Подростки из небольшого городка штата Пенсильвания сообщили полицейским о том, что видели, как нечто объятое пламенем промчалось по небу над горой и упало неподалеку. Предположительно, в затопленный карьер. Всем привет! С вами Финимор. Вечером 9 ноября 1974 года в полицию тихого городка Карбандейл округа Лакованна, штат Пенсильвания, США, позвонили несколько напуганных подростков. Группа друзей, состоящая из 14-летнего Джона Ллойда, 16-летнего Уильяма Ллойда и 15-летнего Роберта Джиллита-младшего, утверждала, что они играли в местном парке, когда увидели в небе огненный объект, похожий на падающую звезду, промчавшийся над горами Салем. Этот объект упал куда-то за деревья, осыпая все вокруг себя снопом искр и издавая свистящий шум во время падения. Любопытные подростки решили бежать в ту сторону и, когда добрались до небольшого рукотворного водоема бывшего карьера по добыче угля, то увидели примерно в 20 метрах от берега под водой нечто большое и светящееся. Они решили, что это тот самый объект, который упал с неба. Они также утверждали, что в течение нескольких минут из пруда доносилось шипение, как будто кто-то бросил сигарету в воду. Полиция сначала подумала, что это очевидный розыгрыш, но все равно туда были отправлены офицеры для проверки. Это стало началом одного из самых странных случаев НЛО в истории Пенсильвании. Когда приехала полиция, они были удивлены, увидев, что под поверхностью воды в карьере действительно есть что-то излучающее, жутковатое на вид свечение. При этом подростки, приехавшие с ними, утверждали, что объект на дне изменил свое положение с того момента, как они его увидели первый раз. Полиция понятия не имела, что это такое, но на всякий случай они быстро отцепили этот район, чтобы сюда не заходили посторонние зеваки. К тому моменту некоторые полицейские все еще считали этот инцидент просто детской шуткой и сообщалось, что один полицейский даже произвел 4 выстрела в пруд по этому таинственному объекту, думая, что там находится что-то вроде большого воздушного шара со светящейся жидкостью или что-то вроде того, но все было безрезультатно. Действительно, при внимательном рассмотрении находящийся объект напоминал нечто шарообразное, примерно 5 футов в диаметре, это полтора метра. Звечение, идущее из этого объекта, равномерно пульсировало белым-желтым светом. Потом у полиции появилась версия, что это упавший частный самолет. Однако это не сходилось с описанием мальчиков о том, как этот объект летел по воздуху. Следующая идея заключалась в том, что это был метеорит, какой-то космический мусор или даже сбитая советская ракета. Однако ни одно из этих предположений не могло объяснить очень странное происшествие, которое произошло, когда на воду карьера была спущена лодка и несколько полицейских поплыли к месту нахождения этого объекта. В этот момент объект сдвинулся со своего места и начал под водой быстро приближаться к лодке, а потом также быстро вернулся на свое место. Полицейские были в недоумении и решили оставить изучение объекта до утра. Однако на следующее утро под водой уже ничего не светилось. Сообщение о том, что в карьеру пала НЛО мгновенно попало в местную газету и вскоре полиция была занята в основном тем, что пыталась удержать поток сотен зевак, собравшихся у карьера. Люди пытались вплыть к месту предполагаемого нахождения объекта на лодках, а некоторые даже вручную, но их не пускали. Тем временем кто-то из полиции позвонил в центр исследований НЛО доктора Аллена Хайника в Эвенстоне, штат Иллинойс. Там ему сказали, что это скорее всего метеор или осколок метеора, а также порекомендовали снять показания счетчика Гейгера, на всякий случай. Однако Хайник также отправил на место происшествия своего уфолога. Еще одним уфологом, который быстро прознал про случаи в Пенсильвании и приехал туда для изучения на месте был М.Джи Гребер, основатель Уфорук, базирующий в Филадельфии Центра сообщений и информации об НЛО. К моменту его приезда этот район был наводнен тысячами любопытствующих и энтузиастов НЛО. Эти люди забили ближайшие дороги своими машинами и распространяли всевозможные слухи. Это было похоже на сцену из научно-фантастического фильма и росли опасения, что машины скорой помощи не смогли бы приехать туда из-за заторов, если бы кому-то понадобилась срочно помощь. Что еще хуже, хотя у нас не было ни малейшего представления о том, что на самом деле находятся в воде, причудливые слухи распространялись как лесной пожар. И несколько очень громких энтузиастов НЛО, которые слонялись по этому месту, сомневались в эффективности полиции, пожарных компаний и работы других исследователей НЛО. Ходил слух, что инопланетный космический корабль приземлился, а не разбился в этом заилином пруду и что военным удалось поднять все, что было в воде и унести это, прежде чем кто-либо имел возможность это увидеть. Согласно другому слуху, НЛО был загружен в вагон-платформу, который далее был доставлен к месту на близлежащей, хотя и давно заброшенной, железнодорожной ветке. А в другом сообщении с помощью двух военных вертолетов объект подняли с воды и поместили в бронированный грузовик. Любопытно, что я тоже оказался связан с довольно нелепым слухом, по которому я оказался на месте происшествия в качестве правительственного агента или высокопоставленного офицера ВВС, замаскированного под полевого следователя НЛО. Но правда заключалась в том, что я был просто парнем, который интересовался феноменом НЛО и расследовал сообщения о наблюдениях примерно за два года до инцидента, рассказывал Гребер. Гребер сообщал, что на место происшествия находились только полиция и один офицер ВВС, а вооруженных военных не было, несмотря на то, что позже утверждали другие. Пока проводилось расследование, местная пожарная служба прилагала усилия для откачки и осушения пруда, чтобы выяснить, есть ли в нем что-нибудь. Но они столкнулись со многими трудностями, связанными с мусором и илом, что сделало процесс чрезвычайно медленным и в основном бесполезным. Другая идея заключалась в том, чтобы попытаться использовать кран, снабженный магнитом, чтобы поднять объект, лежащий на дне. Но это оказалось непрактичным, и все еще существовали опасения, что что бы это ни было, из чего бы то ни было, из него могли утечь опасные вещества, в том числе радиоактивные. В конце концов, они позвали дайвера по имени Марк Стейми, чтобы тот нырнул и посмотрел своими глазами, что там лежит по-настоящему. Тем временем, некоторых исследователей НЛО расспрашивали журналисты, чтобы они высказали свои мысли по этому поводу. Большинство из них начинало думать, что это, возможно, обман или самый большой метеор. Уфологи давали интервью прессе, а вертолет телекомпании кружил над прудом, взбивая воду. Хотя у нас до сих пор не было достоверной информации о том, чем мог бы быть объект в воде на самом деле. Представитель доктора Хайника и я начинали подозревать, что инцидент мог быть розыгрышем, который подростки устроили по прихоти веселой субботней ночи. Мы подумали, что возможный их обман просто вышел из-под контроля и зажил собственной жизнью, и что мальчики, возможно, были слишком напуганы, чтобы признаться в том, что они сделали. Конечно, могло случиться так, что мальчики стали свидетелями метеора или болида, большого и иногда взрывающегося, проносящегося по ночному небу, и ошибочно предположили, что это был тот же самый светящийся объект, который они обнаружили несколько мгновений спустя в пруду. Это казалось разумным предположением, поскольку описание мальчиками, наблюдаемого ими воздушного явления, было абсолютно метеорным по своему характеру. Однако мой осмотр предполагаемого места крушения показал, что не было никаких топографических указателей, позволяющих предположить, что что-то вроде самолета, большого космического мусора или метеора ударилось о пруд или окружающую его территорию. Никакого очевидного смещения Земли не было, не было вытеснения воды из пруда, не было никаких признаков пожара, поваленных веток, деревьев или следов от скольжения, образующих борозду в почве. Как если бы большой кусок космического мусора или метеор упал на пруд или на окружающую его территорию, рассказывает Гребер. Когда дайвер Стэйми наконец подготовился и нырнул под воду, он вскоре вылез на берег, держа в руках большой шахтерский фонарик. После этого один из подростков, Роберт Джилет-младший, рассказал, что это он специально бросил фонарь в воду, чтобы разыграть свою сестру. Однако два других подростка после этого признания все еще настаивали на том, что они в самом деле видели, как по небу действительно что-то пролетело и упало за деревья. Когда слова Роберта Джилета-младшего были опубликованы в прессе, разочарованные любители НЛО и уфологи начали покидать этот район. Однако не все поверили версии о мистификации. Все еще было много тех, кто верил, что НЛО в самом деле существовал и что слова мальчика были специально подстроены, чтобы отогнать от карьера всех посторонних. Были в том числе люди, которые сообщали, что они видели на дороге возле карьера большой военный грузовик с чем-то большим на нем, окруженный военными, с установленным там тем самым шахтерским фонарем. И что все это было устроено, чтобы зеваки уходили, и был сокрыт тот факт, что военные вытащили из воды и забрали с собой инопланетный корабль. Весь этот заговор получил еще большее распространение, когда позже тот же Роберт Джилет-младший заявил, что его слова про розыгрыш с фонариком были неправдой. «Моя девушка рассталась со мной, поэтому у меня было плохое настроение. Я просто сказал им то, что они хотели услышать, что это был фонарь, но это был не фонарь, они что-то вытащили из пруда», – заявлял подросток. Этот случай стал настоящим запутанным клубком, в котором до сих пор не ясно, что было правдой, а что ложью, что просто слухами, а что реальными фактами. Но с годами вся эта история становится еще более туманной. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока!